Вот этот дом был построен специально для детей-сирот. Вот на последнем этаже должна жить я, но, к сожалению, проживают другие люди. Только неделю назад Лиана узнала, что у нее есть свое жилье. Десять лет она была в ожидании квадратных метров. Да, когда я написала Владимиру Владимировичу Путину письмо, что вот я такая-то, такая-то, бывшая воспитанница детского дома на данный момент, нахожусь в больнице, что вот помогите его добиться правды. Вот через два дня пришел ответ, что по такому-то адресу, врачиха 7, 179, там у меня жилье. Сразу приехали из департамента, извиняюсь, бросили мне подачку, чтобы я не возмущалась. На руках есть документы о наличии жилья, но ключей эта делегация так и не дала. Возможно, в этой квартире, пока нет законной хозяйки, живет кто-то другой. Так считает Лиана. Правда, на ее звонки в дверь никто не отвечает. Видите отпечатки? А здесь кто-то живет. Я ему доща звонить в соседине и не узнать. Кто-то вас любит? Ну, видимо, да. Вот я до сих пор не могу. Вы когда все любите? Можно вас узнать? В декабре. В декабре, да. Стоя у порога своей квартиры, она решила еще раз выяснить, когда получит свои ключи. Мы дадут ключи от квартиры, да? Да. А скажите, я бы хотела задать вопрос. Вот с сегодняшнего дня, с сегодняшнего ночь я должна буду ночевать на улице на лавочке? Ждала 10 лет, подождешь еще одну ночь, сказали в департаменте. На руках маленькая дочь и идти больше некуда. Выход один. Эту ночь переночевать Лиане с ребенком негде, поэтому забрать ключи от квартиры мы решили попробовать сегодня. И сейчас мы пройдем в департамент земельных отношений. И, может быть, нам повезет. И эту ночь Лиана проведет уже в своей квартире. Ответ отрицательный, но девушка не сдается. Попытка вторая. Давайте уже завтра. А завтра я приду, скажут, послезавтра. Я уже вот этих завтраков вот так наелась. Завтра. То сегодня подписывает, то завтра. Идти некуда и терять нечего, поэтому Лиана вместе с дочкой осталось сидеть до последнего. Сотрудники департамента земельных отношений этим были крайне недовольны и вызвали полицию. Но полицейские встали на сторону девушки. Госслужащие очень, видимо, хотели домой и не хотели разборок с полицией. И ключи ли они все-таки отдали. Оказывается, так можно было сделать с самого начала. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.